В зоне АТО сегодня относительно тихо. С начала суток всего 4 обстрела в Крымском, Новоалександровке и Авдеевской промзоне. Потерь среди военных нет, сообщает в штабе Минобороны. Как используют это затишье украинские бойцы и как отметили день флага, видела наш военкор Ирина Баглай. Если больно, то что больно. Не, не, ну все. Суть как раз в боли. Чем вам больнейше, тем краще. На промзоне с утра тишина. Этим по максимуму стараются воспользоваться военные медики. На передовой проводят инструктаж, как оказать первую медицинскую помощь себе и товарищу в случае ранения. Тут практически каждый день поранение. В том то есть право, чтобы боясь реагировал, даже не задумываясь, уже отточенными навыками. Основные поранения руки, ноги, как бы уламкови и кульеви. И этой ночью полевое ранение получил один из наших бойцов. Боевики, хаотично простреливая позиции украинских пехотинцев, выпустили несколько очередей из автомата. Рикошетом пуля попала в руку нашего солдата. Заехали снайперы. Они провоцируют, выманивают, чтобы кто-то где-то огрызнулся. Выманивают обычные стрелки, которые сидят на позициях. Снайпер сидит, выжитает. Вопреки тишине, передавая в напряжение, несколько недель наши наблюдали, как боевики стягивают тяжелую технику. Противники не пытаются скрывать, что вывел на огневые точки танки. Практически под прицелом у вражеских снайперов защитники Авдеевки сегодня подняли государственный флаг. Под синим желтым стягом они держат оборону почти год и готовы отбить любые атаки врага. Мы тут уже 11 месяцев не даем и показали, что мы тут можем. И я считаю, что противник тоже это знает. Перед нами стоят один из самых сильных подразделений 1-го армейского корпуса. Поднятием этим прапора показываем тем, что мы не зла, мы стоим тут на самых передовых позициях антитеррористической операции. Вистоим тут свою незалежность. Продолжение следует...